всем привет друзья как вы можете помнить в прошлом выпуске я купил вот этот бмв x5 я честно признаться думал что такие автомобили стоят 800 900 миллион рублей но тем не менее мы доказали что в питере самые дешевые машины в россии и купили этот автомобиль всего за 610 косарей конечно же машина не без проблем там снизу все залито маслом у нас горят какие-то ошибки есть проблемы по внешнему виду помятая дверь и так далее но тем не менее это моя новая тачка и сегодня я собираюсь заняться ее ремонтами а впоследствии прокачать этот автомобиль мы сделаем настоящую понторезку со стильным внешним видом крутым салоном и так далее вы вместе со мной увидите как это все происходило ну а сейчас присаживайтесь поудобнее и мы начинаем погнали по первой диагностике что мы обнаружили птечу сальника колена заднего мы обнаружили также запотевание крыши клапанов течь у нас идет по переднему мосту на стыке дальше мы идем у нас задний мост скорее всего не досадили на стопорное кольцо и он вылетел здесь у нас получится мы это поточим подправим зубцы сами и защелкиваем его если все будет хорошо в худшем случае мы будем менять привод мы снимаем коробку потому что у нас есть запотевание по сальнику это замывали то есть у нас катался два дня человек мы проверяли просматривали и опять же передний мост самая сложная работа в этом автомобиле в принципе а 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 если ты попробуешь просто элементарно как она движется на этой стороне если очень легко и не принужденно то здесь мы ее очень тяжело возраст просто закисло расскажешь сегодня смазки ничего нету для полного привода стандартное обслуживание замена крестовин в целом по итогу при снятии коробки что у нас не задний сальник коленвала как выяснилось у нас сальник на коробке на самой на первичном валу сальник перепрессовали один второй часть ждем тоже поставим и в целом там все хорошо будет нашли почему у тебя выхлопом пахло кому-то не совсем правильно был собранный из-за чего ну выхлоп ушел отсюда в первый день ремонта по запчастям ушло 26000 у нас всякие резинки масла и так далее посмотрим что будет дальше но пока что никакого криминала не вылезло а а свою новую машину я залью рольф это хорошее масло я его кстати в предыдущую машину тоже заливал и никаких нареканий не было мы по моему знаем почему тебя печка не грела там сухо странно никита проверял антифрес он был только за ночь у нас сейчас мы не увидим тоже машина опущена но за ночь у нас лужа образовалась хотим снять впускной коллектор потому что как раз антифрес где-то под коллектором там проходит по трубке охлаждения и мы будем снимать клапаны и крышки переуплотнять полностью картом поставили поставили нам новую крестовину туда его отбалансировали привет менять не надо проблема была стопорное кольцо ранее лазили и поставили не того размера по сути привод не держался то он смотри вообще человек до этого обслуживался семь лет у одного и того же мастера он прямо этого мастера нахваливал и все такое но как можно поставить не того размера стопорное кольцо на привод? Не знаю. Цепь здесь менялась. Вроде да. Вроде да. А почему тогда собрал все на старую прокладку, просто герметик намазал. Потому что также поддон, точно так же сделано. Прокладка не померлена, поставлена просто старая, помазанная герметиком. А от этих все течет. Тут, ну опять же, может быть, ты не мастер, ты виноват, а виноват, конечно, скорее всего, хозяин, потому что он решил, как всегда у нас, любимое дело сэкономить. Вот он и сэкономил. Потому что мы сейчас будем все разбирать и смотреть, что у нас происходит. Как правило, экономия на этих моторах, ну вообще на этих машинах вызывает траты в два раза больше. Было у нас подозрение на течь антифриза. Видели явно, что из-под пускового коллектора, точнее не знали. Для этого надо было коллектор, собственно, снять. Мы его сняли, увидели, что у нас, слава богу, текут не голову, течет патрубок термостата. В принципе, это мы все сделаем, переуплотним. Почему? Увидели, только когда коробку сняли, мотор немножко наклонился вниз, и все это у нас вытекло с той стороны под наклоном. Не криминально все терпимо, ремонтируется и недорого. Тут, в принципе, только замена прокладок. Нагар, грязь, вот это все, вот оно отваливается. Ну, это вылетает, как правило, в трубу. Вот он, задельщик наш. Маленький такой. Ну, не страшно. Ну, вот, опять же, нагар, вот это все, это, то есть, не скола, ничего, это просто нагар масляный. То, что у нас клапанов поддавливает немножко масляный, а вот и наши клапаны, соответственно, нет. У нас и съемные клапачки наши не справляются. В общем, у нас задира получается только в первом и пятом цилиндре. Все приделы допустимой нормы. Для такого пробега, блин, мотор, в принципе, в отличном состоянии. Продолжение следует... Пять дней работы позади, отремонтировали абсолютно все. Теперь из ремонтов, которые мне предстоят, это капитал КГБЦ, но это когда-нибудь потом. Это не критично, это не срочно. На данный момент этот нюанс сулит мне только повышенный расход масла и, возможно, повышенное количество дыма. Все, в остальном машина в полном порядке. Посмотрим, насколько ее хватит. Мощь. Мне сразу нравятся все эти фишки. Выезжает, руль. Кстати, музыка заработала или нет после ремонта, потому что с этим вообще были проблемы. Нет, музыка не заработала. Вообще, ребята говорили, что там что-то с прошивкой надо перепрошивать. Видимо, до этого руки не дошли. Слышите звук? Это он мне не нравится сразу же. До ремонта его не было. Ну, не думаю, что это из-за ремонта он появился. Скорее всего, его просто не было слышно в палитре всего остального. Какой разгон, полный привод, вообще абсолютный контроль над дорогой. И при этом еще, учитывая, что зима, такое, знаете, ощущение доминирования и при этом еще полное чувство безопасности. Вот это мне, конечно, нравится в этом автомобиле. Но нет ощущения надежности. Вроде только выехали с автосервиса, все отремонтировали, а я, тем не менее, почему-то где-то в душе не спокоен, что сейчас еще что-нибудь сломается. Куда еще мы могли поехать сразу после автосервиса? Конечно, на заправку. Чувствую, с этим автомобилем расходы будут вот так вот вообще происходить. Что-то 3500, прайс, в принципе, стандартный. Полтора дня поездить можно. Сзади какие-то звуки появились на кочках. Что-то скрипит, все трется. Но все равно, по сравнению с мини-купером, какой же кайф. Ты прям чувствуешь себя уверенно на дороге. И нажимая на педаль газа, ты сразу же получаешь результат. Не, я не могу сказать, что Купер совсем уж не ехал. Но он все равно какой-то вот был, ну, не до конца автомобиля. Вот что-то не так, ну, не мужская тачка. А это прям настоящий самец. Я вот хотел себе на контрасте что-то мощное прям такое, зимнее. И, в принципе, это то, что нужно. Ну что, друзья, честно признаться, я даже не ожидал, что... Ну, не то чтобы дешевый, да, получится по тратам этот выпуск. Но, по крайней мере, не такой дорогой. Так как эта BMW X5 является самой дешевой не только в Питере, но и во всей России. И, соответственно, по ремонту это могло выйти гораздо дороже. В общем, все. На данный момент в ней отремонтированы все технические моменты. Соответственно, можно смело переходить уже к тюнингу внешнего вида. Потом заняться салоном, фарами и так далее. Но это вы увидите в следующих сериях. А сейчас хочется сказать огромное спасибо ребятам из АП-сервис. Они действительно одни из лучших в Питере. Это доказывает как минимум тот факт, что многие сначала едут на один сервис, получают там заказ на ряд, потом на другой сервис. А после этого приезжают к ребятам и понимают, что на самом деле им там пытались навпаривать каких-то дополнительных ремонтов. И это было делать вовсе не обязательно. С уверенностью могу сказать, что ребята клиентоориентированные, ответственные. В общем, все ссылки есть в описании. Обращайтесь к ним. Ну а я собираюсь заняться в следующей серии внешним видом. Прокачать эту тачку до неузнаваемости. Я хочу сделать автомобиль для себя. Построить мощный агрегат, который едет достойно и выглядит достойно. Так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а на сегодня все. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этой серии. Ставьте лайки, пишите в комментарии свое мнение. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...